Доброе утро! Все, что связано с рекламной деятельностью в МЛМ-бизнесе, все это всегда, всегда вызывает повышенный интерес. Потому что это обсуждение вопросов, связанных с рекламой, это всегда попытка, способ, может быть неосознанный, прорваться в понимание сути бизнеса МЛМ. При явной, очевидной внешней простоте сетевого бизнеса, сетевого маркетинга, глубинное его понимание доступно не для многих, почему-то. И отсюда недопонимание вопросов, связанных с рекламой. Вот если бы я занимался обычным делом, ну был бы у меня магазин или мастерская какая-нибудь, любой другой бизнес, обычный, традиционный, то без рекламы мне ловить нечего в этом мире. Нужно сделать все для того, чтобы тебя знали. Все для того, чтобы тебя знали. Я читал книгу, автор такой, Келлер, называется «Как стать миллионером на продаже недвижимости». Что-то такое. И там статьи известных людей, которые делают большие деньги на недвижимости. Американские риэлторы. И один из них, миллионер, для меня открытие сделал серьезное. Я вдруг, это было давно, когда-то, понял, когда я занимался рекламой в сетевом бизнесе, я вдруг понял, что люди в обычном бизнесе не преуспевают, потому что они недопонимают роль рекламы. Они недопонимают, что поиск клиентов, или работа, связанная с приобретением и удержанием клиентов, а это целый спектр разнообразных способов и методов, которые нужно использовать совокупно, чтобы быть успешным. Так вот, эта рекламная деятельность, то есть набор клиентов, это львиная доля успеха, это большая часть работы. А все остальное, знание законодательства, показ объектов недвижимости, значит, оформление сделок, это все потом. Это не имеет значения такого, как поиск клиентов. Нет клиентов, нет бизнеса. Все, точка. Откуда берутся клиенты? И вот там у него целая система рекламной деятельности. Почему он миллионер? Потому что он всю свою команду настроил на рекламу. С утра до ночи они делают одно, они находят новых и удерживают старых. Система поддержания связей, письма, дружба, получение рекомендаций, вечеринки, угощения, подарки, праздники, это все для клиентов, чтобы они новых и новых клиентов давали. А также узкий, близкий круг друзей и родственников, с которыми нужно поддерживать отношения и просить их, просить рекомендации, и просить им через нас делать какие-то сделки. Потом этот круг выходит дальше, знакомые, и вот-вот-вот среди них все время им нужно раздавать какие-то буклеты, посылать какие-то письма, поздравлять с праздниками, и так далее, и так далее. То есть вот сначала выбирается круг знакомых, этот круг сначала из самых родственников, друзей, потом все-все-все-все-все-все, дальше-дальше. Все менее значимые связи, родственные, дружеские, какие-то просто знакомые, все в списке, это сотни тысяч людей, которых нужно удерживать в этой базе. А потом уже реклама, реклама на транспорте, реклама на тележках в супермаркете, значит, ручки, значки, буклеты, флажки, каталоги, это все раздача в супермаркетах, это там, значит, газеты, реклама, телевидение, интернет, все это совокупный комплекс рекламной деятельности приводит к тому, что ручейки, отовсюду поток клиентов двигается, и потом этих клиентов удерживать, и тогда у тебя есть всегда база людей, которые и продают, и покупают, продают, и покупают, и ты тогда уже обеспеченный этими клиентами можешь иметь существенный доход. И в конце он говорит, что ко мне приходят, или я имею дело с бедными риэлторами, с владельцами этих агентств, которые с пренебрежением говорят, я риэлтор, е-мое, я риэлтор, а не рекламщик какой-нибудь поганый. Мое дело сделки. Наивные люди, никаких сделок не будет, пока ты не будешь иметь базу клиентскую, пока у тебя не будет человек, которому ты можешь предложить свой продаваемый объект. Я зачем это так подробно рассказываю? Если бы это был традиционный бизнес, обычный, был бы у меня магазин, агентство недвижимости или что-нибудь, то тогда мне нужно было бы просто стать асом рекламной работы. Таковы формы бизнеса. Это интересы одного частного предпринимателя. Так реализуются с помощью рекламы. А суть сетевого бизнеса стоит совершенно в другом. Мы продаем такие же товары, такие же услуги, как в обычном, ну почти многое из того, что продается в обычном традиционном бизнесе. Но мы продаем по-другому. Мы по-другому продаем. Суть продажи, суть увеличения этого оборота и извлечения прибыли в сетевом маркетинге состоит совершенно в других вещах. И она проста, и корни ее можно найти в Библии. Самый лучший в мире продукт, самый главный, самый настоящий продавал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...